Рита разрешила мне остаться, всё благодаря вашим комментариям. Я собираюсь сделать для неё, Леона и детей, приятный сюрприз, а именно приготовить ужин. Я нашла этот помидор в холодильнике. Он выглядит немного несвежим, но я думаю, будет очень вкусно, если совместить его вот с этой картошкой. О, это выглядит чудесно, просто слюнки текут. Приступим к следующему блюду. У меня есть рис. И я не знаю, что это, но выглядит как какой-то загадочный соус. Тоже выглядит аппетитно. Теперь я собираюсь приготовить спагетти, вот с этим. Не знаю, как вам, но на мой взгляд восхитительно, это определенно для меня. А мальчиком сделаю немного риса. Откуда этот ужасный запах? Мои носки воняют лучше. Я не знаю, ничего не чувствую. Леончик, ты не заболел? У тебя нос не заложен? Да вроде нет, но... Вот сейчас я почувствовал. Кажется, запах с кухни. Ложи малышку в кроватку. Так, никуда не уходи. Хотя ты никуда и не сможешь уйти. Но, в общем, папочка скоро вернется. Я обещаю. О, сестренка, ты приготовила ужин? Вы, ребята, очень милые. Я так благодарна, что пустили меня. Поэтому приготовила ужин. Это так любезно с твоей стороны. Я подумала так же. Давайте, садитесь за стол. Я здесь. Ну, садись, любимый. Ты как раз вовремя. Не волнуйтесь, всем хватит. Еще и добавки положу. Это так отвратительно. Пожалуйста, попробуй. Я так старалась приготовить для вас. Марио, ты первый. Можно я не буду это есть вообще? Ладно, давайте я попробую. Мне нужно в туалет. Марио, ты первый. Ой, всем доброе утро. Это я, сестра Риты. Ой, как снять мешок? Уберу куда-нибудь сюда. Я всегда просыпаюсь очень рано. Примерно в 5 утра. И делаю зарядку под любимые треки. Музыка отличный мотиватор. Она дарит положительные мысли. И помогает побороть усталость. Пять утра? Серьёзно? Она же разбудит весь дом! Рита, поговори с ней! Почему я? Не моя сестра включила музыку в нашем доме в пять утра! Ой, ладно, сейчас хожу! Эй, сестра, что ты делаешь? О, Рита, ты тоже рано встаёшь, чтобы сделать зарядку? Ага, пробежка из спальни в гостиную, чтобы остановить твоё безумие! Мне нужно настроиться на новый день, тем более сегодня мы идём искать работу мне, я должна подготовиться заранее! Можно хотя бы готовиться потише, дети же спят! Хорошо, я пойду в ванную! Приму утренний душ! Думаю, Рита не против, если я использую её шампунь! Отлично! Я выгляжу потрясающе! Я помогу найти работу, но сначала мне нужен кофе! И добавлю немного сиропа, чтобы было сладко и вкусно! Надеюсь, кофе поможет мне проснуться! О, Рита, ты не спишь? Да, я прямо здесь! Пора найти мне хорошую работу, где я смогу получать миллионы и миллиарды токенов! Ты бы хоть один токен заработала! Ой, придётся отложить свой комфорт! Пойдём! Ладно, вот первое место! С какой стати мы в больнице? Я не могу быть врачом, я не такая умная! Нет, просто следуй за мной! Ну окей! О, привет, Рита! Как дела? У меня на самом деле всё хорошо! Джек, это моя сестра Мия, она ищет работу! Да, я могу подносить людям еду на подносе! Хорошо, мне нужна некоторая помощь здесь! И вот тут столовой! Это что, столовая? Фу, такая маленькая! Шутите? Тут так тесно и мрачно! Она хотела сказать, что ей всё нравится, и она очень хочет получить эту работу! Хм, ну отлично! Да, возможно! Можете дать мне интервью прямо сейчас! Что вы имеете ввиду дать интервью? Сядем здесь! Как профессионально! Сначала я хочу узнать, как вас зовут, ваш возраст, где работали раньше, и что-нибудь о личных качествах! Ой, какое аппетитное пирожное! Подождите одну секунду! Продолжайте! Я просто хочу узнать! Ох, мне нужно пить! У меня пересохло во рту! Ладно, продолжим! И я говорил... Ещё минутку! Я не буду больше ждать! Мы закончили! А, Джек, как всё прошло? Я думаю, твоя сестра сама всё расскажет! Мия, что ты натворила? Это была не моя вина! Он мне был достаточно терпелив! И к тому же, я не хочу работать в больнице! Давай пойдём куда-нибудь ещё! Ох, хорошо! Съездим в новое место! Это милый мебельный магазинчик! Здесь куча всяких украшений, подушек и других товаров для дома! Тут так эстетично! Теперь давай встретимся с боссом! Здравствуйте! Дело в том, что моя сестра ищет работу, и мне интересно, есть ли какие-нибудь вакансии? О, да! На самом деле, это моё новое место! Я переехал сюда с прошлой работы! И мне нужна помощь в зале! Отлично! Её зовут Мия! Мия, поговори с ним! Приветик! Привет! Мне нужно дать вам все документы! Можем ли мы взять интервью где-нибудь на этой неделе? Хорошая идея! Скажите мне свой номер телефона! Вот, позвольте, я вам напишу! Окей, я позвоню вам! Спасибо! Это было так просто! Ты молодец, Мия! Выйдем из магазина! Пошли, Рита! Вы только что разбили эту вазу! Я не хотела! Мне так жаль, я могу заплатить за неё! Нет, нет, нет! Я не хочу, чтобы работники были неуклюжими! Не приходите на собеседование! Покиньте мой магазин немедленно! Ох, до свидания! Извините ещё раз! Этот парень такой грубый! Ну всё, приехали, выходи! Вот ещё одно место! У меня больше нет других вариантов, где ты сможешь работать! Поэтому, пожалуйста, будь мила! Я всегда мила, честно! Подожду тебя в машине! Хорошо! Эм, привет! Привет! Привет, Рита прислала вас! Да! Эм, так вы хотите работать в отеле? Лично я не хочу, но мне нужно зарабатывать деньги! Предлагаю пройти завтра собеседование! Если всё будет хорошо, то сможете начать работать! Великолепно! Вот мой номер телефона! Спасибо! Пока! Рита, Рита! Завтра у меня собеседование! Что ж, поехали домой! Давай же, поторопись! Ты же не хочешь опоздать на собеседование! Не веди себя так, как моя мама! Иногда Мия ведёт себя как подросток! Ладно, мне нужно готовить мальчикам завтрак! Честно говоря, мне приятно, что Рита заботится обо мне! Она одолжила свою машину и одежду! Мне лучше поторопиться на собеседование! Нужно начать зарабатывать деньги! Поздравляю! Вы только что получили работу! Можете начать работать завтра! Ой, я получила работу так быстро! Да, двое наших работников только вчера были уволены! Почему? Не думаю, что должна делиться этой информацией с вами! Но увидимся завтра в 8 утра! Ладно, пока! Да, да, да! Не могу дождаться, чтобы сказать Рите, что я получила работу! Ладно, это мой первый рабочий день! Я уверена, всё будет хорошо! Начинаю работать! Я буквально так взволнована! Что же мне делать? Хм, собираюсь помыть пол! Вот этим! У меня много грязной одежды! Я не знаю, где постирать! Дорогая, мы на отдыхе! Какая сирка! Давай просто найдём рабочего! Ну, давай! Эм, извините, мисс! Привет! Не могли бы вы постирать вот это? Спасибо! Я пойду в бассейн внизу! Пока! Я останусь в номере и почитаю свою книгу! Вообще не хотел ехать сюда! Эм, что ж... Я думаю, надо постирать одежду! Вот и тут, в стиральной машине! Добавим немного этого! Ладно! Теперь я просто подожду! Сколько времени это займёт? Мне кажется, я состарюсь! Оно всё ещё работает? Наконец! Одежда мокрая! А где сушильная машина? Просто пойду отнесу это туда! Извините! Извините! Да? Вот ваша одежда! Немного мокрая, но чистая! Мне всё равно! Спасибо! Ладно, что же мне ещё делать? Думаю, можно сделать перерыв! О, посмотрите на все эти вкусняшки! Я не думаю, что мой босс будет возражать, если я просто возьму пончик! Тем более, никто не заметит! Ммм, вкусный! Что за ерунда! Я должен пойти поговорить с менеджером! Мисс, обычно у вас всегда есть ванильный пончик, а также шоколадный и клубничный, каждый божий день! Правильно! Где мой ванильный пончик? Я всегда прихожу очень рано за ним! Никто никогда не ходит в это время! Так где же он? Эм, он должен быть там! Его там нет! Ну, давайте я посмотрю! Пойдёмте! О, Мия! Что ты здесь делаешь? Я эм... У неё весь рот ванильной глазури! Мне так жаль! Я куплю вам новый, не волнуйтесь! Намного лучше! Почему ты съела этот ванильный пончик? Я... Ты должна быть наверху, убирать, а не здесь внизу! Я подумала, что мне не помешает перерыв! Мне всё равно! Вернись туда! Хорошо! Мне кажется, этот мужчина слишком драматизирует! Он не владелец всех ванильных пончиков! И кто угодно мог съесть его! Просто наглость! Вернусь наверх, убираться! Вы стирали мою одежду? А, нет! Я просто сижу за этим компьютером! И делаю кое-какую работу! Тогда кто стирал мою одежду? О, это же вы! Почему не погладили? Я не утюг! А что, в этом отеле нет ничего? Ваш номер самый дешёвый! Я не знаю, чего вы ожидали! Какое хамство! Подожди! Дай мне взглянуть на твою табличку с именем! Мия! Вы пропылесосили комнату наверху? Где? На втором этаже! Сейчас хожу! Надеюсь, здесь никого нет! Здравствуйте! Я просто пойду пылесосить! Не думаю, что здесь кто-то есть! Идеально! Хм... Я не уверена, где пылесосить! Хотя, возможно, вот этот ковёр! Пойду проверю ковры в других комнатах! Вау! Этот номер намного лучше первого! Он огромен! И здесь очень уютно! В любом случае, я должна убираться! А что здесь? О, боже мой! Это же алмаз! Держи пари, он стоит так дорого! Я смогла бы получить много денег! И купить тебе виллу! Или особняк! Просто положи его в карман! Наконец, работа закончилась! Привет, Рита! О, Мия, привет! Как прошёл твой первый рабочий день? Было потрясающе! Хорошо! Я очень рада услышать это! Пойду на кухню и сделаю тебе чай! И отрежу кусочек торта! Спасибо, сестрёнка! Ты такая заботливая! О, посмотрите на этот прекрасный алмаз! Я спрячу его здесь! Возьму ноутбук Рита, чтобы посмотреть, где его можно продать! Не могу поверить, что наша праздничная поездка подходит к концу! Это не честно! Давайте останемся здесь ещё на неделю! Извините, но нам надо возвращаться домой! У вас школа, а у нас работа! Поиграйте, дети! Мы будем собирать вещи! А, где алмаз? Что ты имеешь в виду? Я положила его в гардероб перед тем, как мы вышли! Хорошо, Гарри! Но его там нет! Мама дала его мне! Он передаётся в нашей семье из поколения в поколение! Мне очень жаль, дорогая! Я постараюсь найти алмаз! Дети, вы помните тот алмаз, который у меня был? О, да! Его дала тебе бабушка! Могли бы вы найти его? Я! Я могу! Смотри, мама! Здесь есть пылесос! Гарри! Да, дорогая? Как думаешь, тот, кто убирался здесь, мог украсть алмаз? Не очень верю! С виду приличный отель! Пойду поговорю с менеджером! Менеджер! Менеджер! Почему нет на месте? Мне надоел этот отель! Здравствуйте, Беатрикс! Как прошёл отпуск? Ужасно! Что случилось? Я не должна говорить ей, что мой алмаз украден, ведь она могла его также украсть! Я не могу здесь никому доверять! Ам, игрушка моей дочери была украдена, и она хотела бы её вернуть! Украдена? Вы уверены? Да! Зачем мне врать? Проверьте камеры! Ам, у нас нет камер в номерах! Просто посмотрите в коридоре! Ладно, пойдёмте! Что ж, ясно! Сразу после того, как мы с семьёй ушли, она пошла убирать комнату! А когда мы вернулись, игрушка моей дочери исчезла! Беатрикс, не волнуйтесь, пожалуйста, это всего лишь игрушка! Она, вероятно, стоит 10 токенов! Ох, нет! Она стоит намного больше, чем 10 токенов, к вашему сведению! И я собираюсь вернуть её! Скажите мне полное имя этой девушке! Это немного личное! Мне нельзя делиться подобной информацией! А я просто хочу поговорить с ней! Ничего плохого! Пожалуйста! Ах, ну хорошо! Отлично! Я нашла эту девушку в токограмме! У неё есть фото на фоне синего дома! Я точно знаю, где этот дом! Почти рядом с нашим! Схожу в полицию и преподнесу ей очень приятный сюрприз! Шериф! Мне нужна ваша помощь! Для чего вам нужна моя помощь? Кто эта девушка? Она украла мой алмаз! Мама дала его мне! Можете помочь вернуть? Ты потеряла мамин подарок? Да, брат! Поручай! Ладно! Пойдём, сестрёнка! Ну вот! Снова реклама! На самом интересном моменте! О! Кто это? Здравствуйте, шериф! Чем я могу вам помочь? Я думаю, вы ошиблись, Беатрикс! Адрес правильный! О! Постойте! Это же вы, Мама Года! Я ваша поклонница! Извините за вторжение! Я просто подумала, что это место, где живёт вот эта девушка! Это Мия! Так вы её знаете? Она моя сестра! Я могу позвать её для вас, если хотите! О! Да! Пожалуйста! Мия! К тебе пришли гости! Неужели это мой парень? Вы та леди, которая украла мой алмаз! Её понятия не имею, о чём вы говорите! Рита, закрой дверь! Почему? Потому что она воровка! Вот почему! Шериф, проверьте дом! Если можно! Ладно! Я думаю, ничего страшного! Пусть они обыщут! Где остановилась эта девушка? Вот в этой комнате! Я найду его! Я не думаю, что у неё ваш алмаз! Вы не понимаете! Брат, посмотри! О, эм... Хорошо! О, я нашёл его! Я же сказала, что он здесь! Мия, ты видела этот алмаз? Эм... Возможно, я его взяла! Да! Простите, Мия, но вы идёте со мной! Нет, нет, пожалуйста! Рита, вытащи меня! Карма! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова